Это трамвай. Я планирую доехать до него до следующего пункта назначения. И когда дошел до остановки, вспомнил, что у меня нет наличных и только карта. В принципе, дойти до того места, которое мне нужно, я могу и пешком. Но я встретил пару парней, которые не обломались ехать, не оплачивая проезд. Ну, кто как, да. Я давно хотел поговорить на эту тему с вами. И вот, наконец-то, время пришло. На канале сейчас происходит непонятно что. Мы снимали и на iPhone, и на крутые камеры. Но видео всегда хотелось акцентировать на какой-то определенной тематике. Именно на научной и экспериментарии. Но в итоге выяснилось, что снимать эксперименты очень сложно. Такие выпуски будут проходить достаточно редко. Это вызывает у меня определенную депрессию. Потому что у меня есть очень много интересных тем для съемки. Я думаю, что стоит делиться тем, что мне больше всего интересно на данный момент. Когда-то я вдохновился разрушителем легенд. И научную тематику я никогда не заброшу. Это определенно так. Но так как научные выпуски, особенно интересные научные выпуски, получается снимать очень-очень редко, я решил делиться всеми историями, которыми хочу поделиться с вами. И делать их как можно круче. Я создал отдельный паблик, который называется YouTube Киев. На котором вы можете найти некоторые интересные статьи, которые связаны с YouTube, созданием собственного канала, его раскруткой и ведением. И особенно с тем, как вести качественный канал с крутым контентом, а не снимать всякое дерьмо, которым сейчас буквально заполонен YouTube. Я подумал, в каких выпусках действительно есть большой смысл. И какие выпуски могут показать наибольшее позитивное влияние на YouTube. И на вас в том числе. Я понял, что мне нужно делиться теми знаниями, которыми я обладаю, которые сейчас мало где встретишь. Я понял, что нужно делиться знаниями, касаемыми YouTube. Ну и к тому же нужно вернуть рубрику «Ответы на вопросы». Вы так не думаете? Я думаю, с помощью этой рубрики мы действительно сможем понять, что снимать интересно и круто. Я понял, что снимать действительно интересно. Динамический монтаж и крутую подачу. А крутая подача, такая подача, может быть у чего угодно. Не обязательно у каких-то взрывов с бутылками и прочим дерьмом. Которое мне, откровенно говоря, снимать уже надоело. Мне 26 лет сейчас. И снимать детские взрывы я не хочу. Я знаю, что я могу больше креативить и придумывать более интересные вещи. Помимо тех, что были раньше. Мне нравится передавать атмосферу мест, в которых я бываю. А бываю я во многих местах. Почему я до сих пор их не снимал? Потому что всегда думал, что нужно снимать только долбанные взрывы. Так как вы меня задалбывали вопросами о том, когда я что-нибудь взорву. Сейчас я вернулся из Москвы. В Москве я снял интервью с дневником «Хача». Женя. Где ты? Женя. В комментариях все становилось больше. Мне начали предъявлять, что «А что ж ты, сука, делаешь хорошего?» Я снял интервью с Евгением Гаврилиным из «Жизнь Биф». Мне кажется, важно из человека вытащить нерабочий инструмент. Чувак, простой пример. Тебе 25 лет, ты зарабатываешь 200 тысяч рублей в месяц. И почему ничего из этого не было на моем канале? Вот о чем я все время думал. Я просто боялся, что канал будет слишком разносторонним и потеряет свою основную тематику. Жень, всего счастливо. Давай. 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 Блин, какой у них крутой туалет, а? Хочу такой же у себя дома. Найс! Я знаю, очень многие сталкиваются с проблемой съемки видеоблогов на людях. Потому что при людях это выглядит как-то странно, когда чувак разговаривает с камерой. Я понимаю, с той стороны вас 98 тысяч, может, 99. Но с моей стороны я вижу только камеру и больше никого. А вокруг люди, которые смотрят на тебя и думают, что за странный чувак. Как с этим бороться? Мой личный совет. Снимать как можно больше. Чем больше ты снимаешь, тем меньше ты стесняешься. Но, тем не менее, это стеснение уходит очень долго и очень монотонно. То есть, оно до сих пор со мной, оно до сих пор остается. И есть какая-то определенная зажатость, когда я снимаю видео на улице и при людях. Но, тем не менее, я стараюсь сосредоточиться только на вот этом. Больше не обращать внимания ни на что другое. Бедный парень. И все же сейчас я вам расскажу о технике, которая помогает бороться со стеснением при съемке при людях. Это техника наушники. Чаще всего бывает так, что я слушаю музыку. Я вообще люблю, в принципе, всегда слушать музыку. Поэтому, если вы воткнули наушники и слушаете какую-то приятную музыку, это отстраняет вас от окружающего мира. И, таким образом, в облегче сосредоточиться на съемке влога. Вот так, значит, выглядят паркоматы, да? У меня просто нет машины и прав пока что нет, поэтому я вообще не шарю в этих штуках. Многие думают о том, на что снимать свои влоги. В данном случае я снимаю видео на GoPro, потому что все, что у меня сейчас есть, это GoPro и мой iPhone. Снимайте интересную историю. История – это самое важное в ваших влогах. То, на что вы это снимаете, не столь важно. Потому что многие ролики, снятые на хреновую мыницу, набирали больше 10 миллионов просмотров. Я хотел бы поговорить о контенте, который в последнее время делается на YouTube. Так как он сейчас заполнен всякими вбросами, типа, нажми, чтобы узнать, что произойдет, если положить раскаленный металлический шар на что-нибудь. Короче говоря, кликбайта сейчас распространилось огромное множество. И приходится выкручиваться и придумывать уникальный телесный коттен. Что само по себе очень сложно. Мне приходится заморачиваться с тем, чтобы делать нормальные телесные выпуски, а не какое-то там говно, которое призывает вас просто нажать на название к видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok